Артем, поделись своими впечатлениями после матча. Команды формируются, и с Ахматом в меньшинстве, и сейчас с 0-2 вырвать – это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, поддерживали классно, хоть их было и мало, но в любом случае гнали нас. И мы перевернули этот сумасшедший матч, поэтому останется в анналах историю. – Сказал про перерыв, можешь чем-то еще поделиться из перерыва? – Это было очень жестко. В старые времена, когда летали бутсы, это было очень мощно. Но на самом деле это было действенным, даже его подколол Григорий Михайлович тогда почаще. Стряхнул нас, и ребята отреагировали моментально, друг за дружку. Во втором тайме, как только гол забили, чувствовалось, что эту игру мы не должны отпускать. – В моменте с голом расскажи, как ты это видел своими глазами? – Там подачи, по-моему, разыграли Пеняевич с Глушем, Глуш, хорошая передача. Я там немножко не дал сыграть защитничку. Бар вовремя среагировал, потому что он мяча не видел. Вылетел, принял. Такой, скажем так, дворовый удар у него получился, но прикольный в перекладе. Но я уже прям, ну, какой-то не знаю. Я еще не заплакался, честно, от счастья. Меня так прям накатило. Вот это все вот этот путь определенный. Еще пенальти не забил. Думаю, вообще какое-то затмение. Думаю, да что ж такое-то все. Валится из рук, залетает, рикошеты. Я ищу пенальти. Ну, в итоге, вот как получилось, значит, так должно было быть. Если бы забил, может быть, так и не получилось бы развернуть игру. Потому что Краснодар, наверное, вышел такой расслабленно. Сейчас добьем. Мы прям вылетели. И если в первом тайме процентов 20 от нас было, то во втором, наверное, процентов 200 уже. Вот так мы должны играть с первых минут. А мы будем играть с первых минут. Просто для всех, как мы созданы. Встречая, которая поднимается. Федеральный. И только. Он, конечно. Он, я.